В России число заболевших инфекцией COVID-19 превысило тысячи человек. О профилактике коронавируса, как обезопаситься детям и взрослым, и какие симптомы у заболевших, рассказала педиатр детской поликлиники номер один Лариса Миновщикова. Это кашель, насморк, повышение температуры. Пациент может самоизлечиться сам и даже не подозревать о том, что он переболел коронавирусной инфекцией. Затем этот вирус может вызвать развитие пневмонии. Двух видов. То есть пневмония без дыхательной недостаточности и пневмония, которая будет развиваться с дыхательной недостаточностью. Коронавирусная инфекция может вызвать более серьезные проявления заболевания. Это острый респираторный дистресс-синдром, который уже будет лечиться в стационаре, и инфекционно-токсический шок. По словам специалиста, наихудший сценарий развития заболевания отмечается у людей преклонного возраста старше 70 лет. Болеют и дети, но переносит инфекцию легко. На сегодняшний день из последних источников среди детского населения от 0 до 9 лет во всем мире не зарегистрировано случай смертности. То есть это очень хорошо, дети справляются с этой коронавирусной инфекцией. Самые надежные меры профилактики, говорит врач, это регулярное мытье рук, избегание многолюдных мест. А лучше всего оставаться дома. Впрочем, использование лекарственных препаратов также не будет лишним. Например, промывание носика ребенка и даже промывание носовых ходов взрослых изотоническим раствором натрия хлорида. Или препараты, которые можно купить без рецепта врача, которые на основе физиологического раствора или на основе морской воды. Однако, если заболевший испытывает симптомы вирусной инфекции, не стоит заниматься самолечением. Важно незамедлительно вызвать на дом доктора.